Я предлагаю тогда переходить к следующему выступлению, которое называется «Коммуникационная платформа Philips Onel» и коллеги Макс и Лидия нам сегодня про это расскажут. Да, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Маркова Лидия, я являюсь представителем компании Philips, подразделения Lifestyle Entertainment. Это все, что связано со звуком, с музыкой, все, что, как у нас говорится, пляшет, танцует, это наши продукты. И, наверное, Максим представится тоже. Да, меня зовут Макс Негирев, я управляющий партнер креативного диджитал-агентства Jami. И сегодня мы вам расскажем про реально нереальный кейс. Он реально, сори за тавтологию, но это действительно так. Мой самый любимый кейс, который был реализован благодаря коллегам из агентства Jami. Это кейс, который связан и родился, собственно говоря, когда мы продумывали, каким образом сохранить территорию лидерства с точки зрения продаж в категории наушников. Так как для компании Philips именно нашего подразделения категория наушников является наиболее важной. И, собственно говоря, у нас в портфеле с широким ассортиментом существует такая линейка, как наушники Philips Anil. Это продукты, которые, собственно говоря, были созданы в сотрудничестве с таким известным брендом, как Anil. И данный бренд, в принципе, название бренда говорит само за себя. Наушники были и есть с таким уникальным предложением для потребителя. Они неубиваемые. То есть это реально так. Они сделаны из мегапрочных материалов, которые позволяют людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, не беспокоиться за то, что если они упадут, разобьются. Что они разобьются, так как наши наушники не разбивались, не ломались и так далее. И, соответственно, глобально эта компания была запущена несколько лет назад. И глобально же была придумана история использовать амбассадоров, известных в экстремальных видах спорта. Вот сейчас у вас на экранах представлен Джереми Джонс. Это достаточно известный сноввардист. Извините, я так как не являюсь представителем экстремальных видов спорта, все время путаю названия. И, собственно говоря, так как для российского потребителя, в принципе, те амбассадоры, которые были выбраны, они очень крутые, они реально известны в мире. Но для российского рынка, для российского потребителя это просто красивые имена и крутые парни и девушки, которые катаются на скейтах, на сноубордах и так далее. И мы поняли, в принципе, конверсия от тех коммуникаций, которые мы делали, была достаточно низкая в продаже. Именно потому, что коммуникация была очень узкая и направлена очень точечно, что не срабатывало и не давало нам нужного эффекта с точки зрения бизнеса. Собственно говоря, когда мы пришли в агентство с задачами, которые перед нами стояли, это необходимо было разработать новую коммуникационную платформу для бренда Philips Anil, которая бы давала такой хеллоу-эффект для бренда Philips по категории наушников в целом. У бренда Philips на тот момент были такие задачи, как эмоционализировать бренд, то есть сделать бренд в первую очередь для меня, для аудитории, чтобы он ассоциировался брендом для меня, чтобы его потребители выбирали. Второй мега важной задачей было, безусловно, consideration preference. И, соответственно, с такими сложными и интересными задачами столкнулось агентство. Что из этого получилось и как они подходили к этому, продолжит Максим. Да, на самом деле классный бренд, классный продукт. И, в общем, было действительно очень интересно работать. И мы начали смотреть, что же представляет вся большая платформа, которая была придумана в хедоофисе. Соответственно, Tested on Animals идея была про то, что Animals – это их спортсмены, их атлеты, которых они спонсировали. Дело в том, что мы начали смотреть, как работает, в принципе, экшен-спорт индустрия, потому что исторически вся экшен-спорт индустрия построена на спонсировании атлетов. То есть, например, есть Шон Вайт, который легенда в сноубординге, или есть Килли Слейтер в серфе. И крупные бренды, спонсируя и активно промотируя этих атлетов, сильно развивали свои индустрии. И, соответственно, когда компания глобальная, Philips вместе с Anil сделали такой брендовый проект, они, в общем, решили пойти тем же путем. Дело в том, что у нас нету Шона Вайт, у нас есть Джереми Джонс, это очень крутой чувак, но его мало кто знает в России, ну и, в принципе, среди даже нашей целевой аудитории. И мы поняли, что, во-первых, нам нужно расширить нашу аудиторию, нам не нужно только общаться с экстремальщиками. Во-вторых, мы поняли, что нам нужна классная, интересная идея. И такую категорию идей мы называем Big Digital Ideas. И есть там три критерии, по которым мы определяем, подходит Big Digital Ideas или нет. Первое, эта идея должна быть интересна, и про нее должно быть интересно разговаривать, она должна базироваться на действительно настоящем инсайте, который очень интересен нашей аудитории. Второе, эта идея должна очень хорошо ложиться в разные каналы, и на самом деле задача была не только смотреть на Digital, чтобы она могла уйти спокойно шире. Ну и третье, контента должно быть много, контент должен быть интересен, контент должны генерить в том числе и сами пользователи, чтобы эта история жила, и чтобы контент не закончился через два месяца. Вот такая была задача. Давайте посмотрим видеоролик, что у нас из этого получилось, и дальше пообсуждаем уже детали. Я всегда смотрю на мир так, будто барьеров не существует в принципе. Я не думаю, смогу я или нет. Просто беру и делаю. Не важно, что говорят другие. Я всегда принимаю решения сам. Стили, направления – это все выдуманные ограничения. Идеи решают. Мы искали простой и понятный инсайт, который хорошо подойдет нашей целевой аудитории. Проблема в том, что наши подростки не терпят фейка. Как нам показалось, мы нашли отличную территорию для коммуникации. Дело в том, что мы все живем в городе, и в городе нам постоянно что-то запрещают. И чем моложе, тем ты острее это чувствуешь, и тем больше желания освободиться. Поэтому идея «Не слушай другие, слушай музыку» логично продолжила эту стратегию и стала мощной коммуникационной платформой для бренда. На уровне стратегии мы поняли, что нам нужны бенд-амбассадоры, которые первые наденут наушники Philips Anil и расскажут всей аудитории, на самом деле, про что мы. Так появился проект «Покорители улиц», где уличные знаменитости на самом деле на реальных ивентах показывали, как они разрушают стемнимые запреты. Зимой происходило в открытом бассейне. «Покорители улиц» «Покорители улиц» Думаю, круто, что такие тусы есть, круто, если такие тусы будут еще. Здесь идеально ложится, потому что музыка – это то, что действительно разрушает мнимый запрет. Например, вот вы заходите в лифт, никто не поет в лифте, но как только вы одеваете наушники, включаете музыку классную, вы начинаете подпевать. То есть мнимый запрет, он потихоньку разрушается. Вот это обалденный инсайт. Мы с ним отлично попали, и мы даже когда брали ребят, бренд амбассадоров, это тоже не просто так мы их выбрали, потому что мы посмотрели, какие территории очень интересны нашей молодежи, не экстремальщикам, а всем. То есть мы поняли, что нам нужно шире идти, когда я говорил. И, соответственно, мы выбрали четыре основных направления. Первое направление – это, конечно же, музыка, потому что мы про музыку, и, в принципе, подростков музыка интересует точно так же, как секс. Второе. Мы поняли, что это территория уличная, стрит-арт, соответственно, это граффити. И на территории граффити мы взяли самого крутого граффитчика, который наша аудитория очень хорошо знает, и он там в Нью-Йорке бомбит и так далее. Соответственно, в территории музыки мы взяли амбассадора на Ирии, помните, там барабанщик был, это барабанщик группы Помпея. Соответственно, мы, конечно же, не обрубая корни, мы взяли мультиатлета из экстремального спорта. Там был парнишка на скейте, очень известный Макс Круглов. Это самый известный мультиатлет в России среди нашей аудитории. Его там спонсируют и Red Bull, и Nike. И это такой мультиатлет, это когда он несколько видов спорта сразу представляет, и сноубординг, и скейтборд. Таких, в принципе, в мире мало. Но, в общем, он очень известный. И, соответственно, мы взяли еще Макса Тронова, который очень известный танцор. Соответственно, мы взяли этих четырех амбассадоров, не случайно их выбрали, поняли, какие конкретно категории, ну и вообще, чем интересуется наша аудитория. Соответственно, мы когда им рассказывали, ну вообще, эту компанию, и говорили, что, ребят, смотрите, у нас вот есть такой инсайт, мы хотим сделать вот это, вот это. Их долго уговаривать не пришлось. Они сказали, блин, чуваки, это круто, мы реально так живем. И это как бы, ну, мы прям с удовольствием в этом поучаствуем. Это уже был такой первый тест, который мы как бы очень хорошо прошли, и нам эта тема понравилась. Ну и, соответственно, мы действительно начали с диджитал, но мы понимали, что история должна пойти шире. Мы сделали классный ивент. Да, так как мы четко представляли, имели представление о нашей аудитории, да, мы понимали, что аудитория живет в интернете, но не только, да. Она любит тусить, она любит всякие живые ивенты, где можно пообщаться друг с другом. И, соответственно, для бренда, для нас очень важно было сделать такую площадку, где, в принципе, мы могли бы прокоммуницировать на нужном уровне с аудиторией в рамках вновь изобретенной концепции. И, собственно говоря, в рамках данной концепции разрушения мнимых запретов мы придумали такой очень нестандартный, на наш взгляд, ивент, когда мы провели пляжную вечеринку под названием «Гавайский снег» в бассейне «Чайка». Зимой, да, это было в декабре, это был снег, это было, не помню, сколько градусов, но было холодно, были в шапках и в пуховиках. Но идея заключалась в том, что с музыкой, да, и с «Филипп Санил», в принципе, любые запреты, любые мнимые запреты, которые создает себе человек сам в голове, они рушатся, да, и поэтому превращается все в прекрасную вечеринку, да, «Гавайский снег». Ивент получился достаточно эффективным, да, в том плане, что мне, как менеджер по интегрированным коммуникациям, было радостно увидеть, что мы бесплатно получили порядка 30 публикаций в очень крутых СМИ, таких как «Тайм-аут», например, про нас написал, сейчас уже всех не вспомню, да, коллеги из A1 Hip Hop Channel с удовольствием опубликовали, вернее, показали видеорепортаж новостной с нашей вечеринки. То есть реально это была победа, да, победа с тем, что мы вышли, да, скажем так, попали, да, в инсайт аудитории и говорили с ней на нужном языке. И еще раз, наверное, скажу, очень много выступающих до этого говорило, да, реально сейчас наступила эра контента, когда потребителям нужен ни бренд, ни продукт, да, он выбирает зачастую истории, истории, связанные с брендом, интересные истории, истории, которые зажигают, которые, как бы, отражают его собственную жизнь. И данная компания, она как раз является ярким примером этого, потому что немножко еще про KPIs, которые были выполнены, да, и перевыполнены у нас, я, честно сказать, за всю свою историю работы не встречал bounce rate 30%. То есть реально у нас получился порядка 72% аудитории была вовлечена в коммуникацию, причем все просмотрели ролики, на сайт все зашли, все страницы просмотрели. То есть реально очень крутые показатели. Спасибо. Причем мы сделали, например, ролик, который, ну, супер, не является там каким-то очень вирусным, но там мы купили определенное количество просмотров, в три раза больше их на самом деле получилось, хотя там не было там, не знаю, не взрывали, не разбивали машину, там не было никакого трэша. То есть был просто классный ролик с нашими атлетами, и ребята просто его сами с удовольствием шерили. По поводу классного ролика, да, наверное, это действительно вот отражение той темы, которая сейчас вот в сессии у нас присутствует, да, это был реально такой аутентичный аудиторий, настоящий, реальный контент, да, реальный отражающий аудиторию, ее жизнь. Здесь вот это очень важный месседж, да, что важно поймать вот ту волну, на которой живет аудитория, тогда действительно не важно, как бы, какие бренды стоят за этим. Идеи решают. Идеи решают все, это точно, да. Спасибо большое. Давайте поблагодарим за нереальный кейс, действительно. У меня вот к вам есть вопрос. Вы говорили о том, что у вас был UGC, User Generated Content. Вы каким-то образом его в дальнейшем использовали в компании или нет? В основном это контент был, который, безусловно, генерился в социальных сетях, да, в YouTube у нас. Кстати, нужно сказать, что у нас после мероприятия, да, ролик, который был снят пост-кампейн, да, он занял тоже там порядка 36 тысяч просмотров без дополнительного сидинга. Ну, это так, к слову, относительно, не могу остановиться, относительно вашего вопроса. Мы это использовали, скажем так, во внутренних целях, да, для общения с клиентами, что очень сильно помогало в качестве, допустим, того, чтобы залистовать потом на продаже, да, Филипс, Анил тот же самый, вообще эта компания очень сильно помогла. Вот, а относительно соцсетей, да, тот контент, который потребители нагенерили, он сам по себе живет, да, то есть его мы никак не использовали, кроме того, что… А что они создавали просто? В Instagram фотографии, да, своими с продуктами, соответственно, это все живет в интернете. Создавали видеоролики относительно того, как они ныряли в бассейн «Чайка», как это все происходило, то есть вот таким образом. Ну и плюс мы челленджили людей рассказывать про свои мнимые запреты, там, кто сказал, что нельзя там на двери кататься вместо серфа, ну, видно, таких ролики тоже были. Народ, соответственно, это тоже выкладывал, и, соответственно, вот, например, то есть мы говорили, кто сказал, что нельзя там, ну, вот про бассейн «Чайка», кто сказал, что нельзя сделать пляжную вечеринку зимой, а какие запреты еще там вы знаете у себя в голове, и как вы их разрушаете. И народ вот на эту тему тоже генерил, соответственно, в социальных сетях это все активно продвигалось, ну и, соответственно, мы активно обсуждали это. А вы как-то планируете продлить вашу нереальную кампанию? На самом деле планировалась данная платформа на долгосрочной основе, но, к сожалению, к счастью, мы не стоим на месте, мы меняемся, я имею в виду, кампанию. И вообще изначально планировалось сделать потом фильм про покорители улиц, когда бы мы повторили подобные мероприятия в разных городах, люди бы вовлекались через социальные сети, предлагали варианты того, как можно разрушить мнимые запреты. Мы бы приезжали, делали бы ивенты там, и, соответственно, из этого получилось бы очень крутое видео, даже а-ля такое социальное, каким образом молодежи нужно проводить время. Но по ряду бизнес-причин в компании были другие планы, появились другие планы, мы, к сожалению, не продолжили данную коммуникацию, так как фокусы немножко сместились. И, соответственно, такой ответ. Здесь просто нужно добавить, что глобально Philips не продолжает сотрудничать с Anil, именно в этом смысле мы сейчас эту компанию не продолжаем. То есть она закончилась, она отработала свои цели, мы планируем, что она будет больше, но она получилась в флайтовой истории. Понятно, спасибо большое. В зале, я думаю, тоже есть вопросы, я прямо вижу вопросы в глазах людей. Нет? Нет? Да, есть все-таки вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот Philips, он все время в наушниках был в каком-то дешевом сегменте, да? И вот взаимодействие с Anil, это была идея как-то поднять до премиального сегмента наушники? Нет, спасибо за вопрос. Philips, да, безусловно, это массовый бренд, и, собственно говоря, как он воспринимается потребителями. Я не случайно начинала с целей, которые стоят перед нами, именно имиджевое восприятие бренда. Да, действительно, бренд Philips воспринимается, воспринимался как, скажем так, обычный, да, из серии дешевый бренд с средним качеством, да? Ну вот мы честны перед тем, что есть, да, но это действительно так, мы массовый продукт, да, мы выходим на массовый рынок. Philips Anil – это продукт, который был создан с целью, скорее, не занять нишу выше, да, товара выше, а с целью того, чтобы придать жизни бренду, да, сделать бренд более эмоционально близкой аудитории, близким аудитории. Так как в Anil есть, скажем так, это жила экстрима, да, жила драйва и так далее. И, на мой взгляд, это получилось, да, потому что реально мы потом, по крайней мере, тот срез, который мы читали и получали после кампании в социальных сетях, именно по упоминанию в позитивном формате, да, у нас намного выше показатели были. Маушников-то много продали? Просто я, например, в магазинах нигде не видел, я просто интересуюсь этой темой. Ну, вы насколько давно были в магазинах, то есть Philips Anil – это кейс, который мы показываем, да, это кейс того года конца, и, соответственно, как вот уже мы рассказали, да, сейчас Philips Anil не в приоритете по ряду причин, именно бизнес-причин, поэтому, соответственно, и в магазинах вы их не встречаете. То есть его сейчас потихонечку выводят из рынка. Можете озвучить бюджет проекта, бюджет компании? – Если это очень интересует, я могу озвучить вам отдельно после. – Да, это очень интересует. – Насколько это было кост-эффективно, я могу вам сказать, да, то есть у нас, ну, реально результаты вы видели, да, бюджет основной, который был затрачен, да, это бюджет на креатив, ну, то есть на креатив, на продвижение достаточно намного меньше. – Хорошо, а стоимость контакта какая была с учетом медики? – Стоимость контакта порядка трех рублей за клик. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!